что-то отключаются и все да приветствую вас христос воскрес а я вас не вижу вот я не знаю почему вы меня не видите так а вы меня видите я вижу вас к славу богу я вас вижу ну пусть так будет что я вам так рано звоню а все я нет я себя вижу вас не вижу ну ладно пусть опять не получается я хочу узнать как как у вас там все дела состоят с поездкой и хочу сообщить какая у нас здесь идет ситуация на украине вот лично у нас донецке но хорошо говори ну что говорить у нас здесь создается отдельная какая-то республика вот никому мы не будем принадлежать не киеву не россии слышите меня да слышу все это не так вот да и это самое 11 числа у нас будет референдум поэтому сейчас значит все войска стянули у нас здесь 100 километров славянске от границы вот и очень серьезная ситуация я не знаю как вы будете ехать дело в том что у нас русские машины вообще не 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 принимают не проходят просто стрельнут и все ну а как же транзит нам украина ты не нужна нам польша нужна сказать это в румынию проезжаем мы транзит да да сейчас я вам скажу на границе с румынией венгрии сейчас тоже люди выходят идет референдум я не знаю как они там будут все это добиваться тоже отделение это уже серьезно это уже у нас по нашим новостям показывают вот и я не знаю как вас там будут пропускать вот в чем смысл ну пока пока разговор мы должны доехать дело в том что а как же грузовые идут фуры идут туда все стоят как это же нарушение государственных отношений сейчас никакие отношения не учитываются хорошие или плохие сейчас все делают так как им нравится дальше дальше донецкой области у нас уже все русские под запретом под законом ну давайте к нам приезжайте набирай компанию там семей 100 бери и переезжай тут и церковь у нас если земли хватит сейчас весна успеете посеете посадить все в огородах мы вас принять женат игнатий тихонов у меня дети женаты на украинках ну и что а у нас от володя снимает пащенко а николай от кручение кручина второй парень савченко у нас все хохлы вокруг мы все русские не разделяемся с украинцами это один народ и еще я хочу сказать вот что может быть она что-то и будет как какое-то послабление после 11 числа мая но у нас 25 начинается президентский выбор я думаю вот что вы рассказываете про донецк я все знаю все у меня уже стоит на форуме я просто но мы там транзит мы никак не попадаем в эти не нам украина не нужно не видя тем более у нас такие документы открытые визы еще как могут ну может быть они по-русски уже не понимаете переводчика надо там у нас и переводчик написано на не на русском английском на французском на немецком урана на украинском на украинском то нет но на украинском нету ну вот видите как прицепиться скажем неразумимо по-русски по русскому это во первых а во вторых что-то я еще хотел сказать подождите а во вторых самое главное у нас тут стреляет на самом деле я знаю мы это видим видим каждый день это у нас ролики про то как стреляет как убили там пятерых налетели убили под пасху нарушили договор мы абсолютно все знаем мы молимся а уж как бог примет так ну это там долго будете торчать украине так она поедет нам нет наверное не поеду я так полюбила свою украину мне тут так интересно мне просто смысл жизни кому же я буду принадлежать хорошо 13 глава исаев 14 стих говорит и каждый народ побежит к своему народу а это все очень просто это если нас украины это россии приведет к себе вот мы будем и бежать к россии примет россия россия ждет вас потеряевка ждет вас вы прям без меня жить не можете ладно будем молиться чтобы если вам и проехать как-нибудь вот вот узнать скажи скажи узнать такое что люди едут не на украину и люди едут верующие глубоко я допустим пострадал актономистического режима у меня я был репрессирован сидел это как раз я бандера настоящий кого им еще надо так ну что значит вы свои мы свои свои мы все были враги как они считали советской власти то они так как раз против этого борются чего нет совсем не понимают кто едет то они нас должны руках носить там что в россии были люди которые боролись за справедливость для всех народов кстати у нас недавно вот в киеве 27 числа вчера это значит был как он называется сейчас я скажу ну вот аппарат парад он упа так что они там слагами своими националистическими с фашистскими знаменами прошли по площади показали что они есть на самом деле мы вот и мы едем показать что мы есть на самом деле мы вместе любви во христе иисусе они же христиане мы не воюем тем более наша община у нас в армии с оружием в руках никто не служит никто не служит на особая община мы только альтернативно там за больными ухаживать или где-то нас видно кто мы такие нас моляне мы должны людям засвидетельствовать но мы можем тут прям повернуть сразу и через белоруссию пройти но но я буду не прав я так думаю потому что мы должны им показать украинцам что русские не все такие как они думают у них есть настоящие друзья здесь и мы эту миссию привезем сюда и другим расскажем ну и вы еще учитывайте что когда вы будете рассказывать у нас тут раскол украине вы же знаете знаю конечно украинская церковь московский патриархат а нас это не касается мы не московском патриархату не принадлежим и к русской православной зарубежной церкви но мы признаем московский патриархат и украину признаем у нас христианство широкого профиля будем надеяться будем надеяться что все у вас получится так теперь вопрос игнатий тихонович значит вот что-то я читаю ате или ветком завете сейчас вот я прочту давай будет 2 глава 32 стих и будет всякий кто призовет имя господне спасется ибо на горе сионе и в иерусалиме будет спасение как сказал господь и у остальных кого призовет господь вот вот скажите мне пожалуйста ведь это не только православие говорится всякий не всякий же православие спасется а всякие на земле который призовет имя господне тоже предсказано было господом самим понимаешь какое дело по одному стиху никогда нигде учения не строится я тебе скажу другое блаженны нищие духом ибо их есть царство небесное все не надо не веровать ничего не про любовь не сказали про милостыню вот я стих один буду долбить и все блаженны нищие духом ибо их есть царство небесное а мне больше ничего не надо достаточно царство небесного вот и все ну нищие духом моем понимании это те которые желают исполняться духом святым не об этом не об этом я не об этом а к тому что по одному стиху не строится это учение обязательно должно быть там священство вне церкви нет спасения всякий кто призовет имя господне спасется это включается что человек находится в церкви это означает что он крещеный это означает что он причащается тела и крови но это в других стихах написано это стал неразумно один стих вырывать и все еще по сноском посмотрю да хоть до сноски это параллельно я том же самом говорится сноски то не об этом говорят по одному стиху не решается тогда не надо никакой церкви призовет и все призовет имя господне даже не написано что христа поминает то а имя господне мусульманин призовет и не надо христа никакого но также нельзя совсем это уже никак имя господне призовет ну любой буддист скажет а я говорю господи помоги еще он спасся он не церкви он не причащается а кто не есть плоти сына человеческого не имеет в себе жизни 6 глава евангелия то она мы еще должны все забросить когда написано нет другого имени под ним вам данного человеком которым жалову спасти деяние 4 12 но тут не говорится о христе о господи а господа израиль знал это им говорится что когда вы призовете имя господа признав иисуса христа своим богом спасителям и примите крещение и будете в церкви есть священство вот что в этом стихе заложено эти стихи которые я сейчас сказал они дальше рассыпаны по всей библии почему написано что библию надо исследовать а не вырывать стихи это сектантский подход у субботники вырвали кто за вас соблюдает закон у того добрый разум какой закон суббота да суббота временная была указана на воскресенье суббота они на субботе зациклились и ягодисты слова егова 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 а сами егова то и не знают они его не знают совершенно они даже не секта намного дальше моим ничего нельзя доказать и таких сект разных 22 тысячи говорят уже сегодня названий вот тебе украина украина это самое главное местилище всех всех повреждения ума вот они друг друга лупят теперь истинной церкви не имеют а каждый тянет на себя грязь одеяло я говорю вообще у нас в россии хватает этого добра господь любит нас он сказал кто призовет имя господня спасется как призовет ну как господь сказал христос не увидите меня такое не воскресните благословен грядущего имя господне какое господне имя иисуса христа иисуса христа ну да евреи этого не признали а не это тогда считали они не понимали даже чем считают призывают имя господне что ты вот в ангеле читаем оом неван новое завет господа наше иисуса христа не просто господа нашего иисуса христа да и и веюje признаю что если саб bizus был мусульмане мусульмане признают его но они не признают его богом истинным а мы веру как бога истина бога истинно Рожденно, несотворенно Единосущно Да Ну меня-то главное то интересует, что вас там не переколотили Вовремя переехали сюда Я подумаю Ой, куда-то делась Куда-то я исчезла Ну вот теперь поищи Сама себя не знаешь, где искать Нет, у меня главный командующий, это моя дочка Маша Она уехала в техникум Ладно, пусть так будет, лишь бы разговаривать Теперь, вы меня простите, что я, значит, не такой вопрос вам задам Да нет, вы задали тот вопрос Я вам отвечаю Я отвечаю так, как надо понимать правильно Как понимали всегда святые оценки По одному стиху не строится толкование Писание нужно исследовать Так, еще, Игнатий Тихонович Слышите меня, да? Отлично Так, теперь, вот вы мне расскажите Я недавно смотрела Ну, случайно так зашла на YouTube И посмотрела Отец Аман Копты Или отец Аман Да Вы слышали такого, батюшка? Неужели? У меня на форуме стоит о нем, там, пять роликов На моем форуме Да, извините Да, еще Это в Каире, в Игипте Да, да, да Там город мусора Мусорщики Мусор собирают Да, да, да Вот вы мне скажите У них какое-то там служение интересное Чем-то больше ближе Ну, к протестантскому Вот они прославляют Господа Без платочков стоят там, допустим Но там дедушка такой Ну, такой, любеобильный У него, говорят, 70 тысяч церковь Вот он собрал Весь этот город там Ну, это так есть на самом деле Он живой сейчас или как? Нет, сейчас живой или нет Там не написано Но это настоящая церковь Это не секта Они от апостольских революций У них рухоположенные пастыри Это не баптиисты, не адвентисты Это настоящая церковь Все понял, да, брат? Настоящая? По-моему, что настоящая? Это пять Вот я показываю Православие, католики Григория и армяне Копты Вот это копты И сирийцы, все Через три минуты будет здесь Хорошо Так, говори быстрее Еще к нам сейчас приезжают Там ворота отворять надо Ну, я так ничего больше говорить не буду Если вас там ждут Жив Господь, аллилуйя Да Дай вам Бог здоровья Счастья Так, еще Маленький такой Сейчас я вас поругаю вообще-то Давай Можно? Можно вас? Ну, давай-то, давай, говори Сейчас Значит, я смотрела ролик О вашей жене Что вы ее как-то ругали там Без, ну как Не в таком духе Не заходи ко мне Ну, она сидит такая С записочкой у нее На груди Похожа на зоне Космодемьянскую А я зачем это показал-то? Затем, чтобы вы научились быть послушаемым мужьям Что-то не поняла, что ли? Я поняла Это не ей столько надо Это вам Кому я показываю это Ну, я с такой записочкой не сижу Около мужа Когда он меня обижает Я так молюсь Сейчас путь управляет И я первую подхожу Вот ты не сама права То есть и не упрекай мужа Муж глава жене Жена доущества в безмолвии Безмолвии Апостол Павел вам рот закрыл Запечатал Скотчем заклеил Да Ладно, буду больше молчать Но вы ее любите побольше У вас такая бабушка хорошая Да, конечно, хорошая Хорошая Так вот, ты не забывай о других Которые сильно уже будут изнемогать у вас на Украине Куда деваться? Скажите У вас есть место, куда поехать? С голоду не умрете Мы вас примем Православных только Кто не курит А мужчине, чтобы бороду не брили Женщины были в платочках Хорошо Хорошо Да Ну все, все С Богом С Богом Спасибо, Христос Давай Спасибо, Христос Отключайся Ой, куда же нажимать-то Так Это еще не отключилось пока Не отключается А вы положите трубку сами Да и все Вот так Спасибо за субтитры Алексею Дубровску